вот сейчас мы смотрим какой магазин можно заехать чтобы что-то здесь купить папе наверно обувь новую блин они в сандалях как обычно аккумулятор надо смотреть какой-нибудь тут шланги какие-то сеточки блин даже не знаю куда здесь что куда кого какие здесь знаки тут грязю к нам сегодня уже в грязю к не надо таковое надо скотч малярный так поедем прям хорошее не хватило сворачиваться аксессуары для автомобиль проедет партнерское продовольствие магазин так все прямо вот сюда приезжали вот зашибись нашли и одежда тут все как все вот сюда максим сходим он смотрите парковка для велосипедов я вас так быстренько проведу пены герметики вот удачу новосел сходим потом сходим посмотрим почему здесь строительные материалы мне очень интересно как быстро как быстро как быстро-то максим хай-хай пошли максим не отставай как тут чисто то вообще сандалик с белыми носками самый смак давай максим быстренько пройдемся посмотрим пошли 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 цене в тысячу рублей всегда тут все провода какие провода ухты алюминий а это вот такой вот провод который сибовский да фигасе вот он как оказывается выглядит утепляет нашли какой инструмент красочка почему с ней делать больше мы не буду зарабатывать так я конечно вижу здесь куча так вот малярный отверточки прикольные фигасе кстати здесь дешевую к максиму то дик в сторону ключи дешевые я точно знаю что в таких местах вот сюда вот выйдешь я посмотрю ключи 395 не так уж и дешево понятно все колесики ключики щетки уголки кажется на как у нас не покажете малярный скотч пошире все что есть максим просто слизи и просто вижу то что такое тушки вот вот такой да закинем багажный этот скотч ну хлобыся в том магазине он дешевле будет короче цены такие шкафы получается начата все равно дешевле почему-то такая фигня есть так зашибись забыл и габариты выключить давай еда и стыки ну арбуз да ну хорошо хоть с бабой ты тут был максим и вот он соли тут всякая шняга дешевая лишь да это другое слово знаешь максим может не надо дать и зачем игрушки максим где вешалка наверно 20 ватный светильник стоит 500 рублей максим нам еще до дома ехать игрушку ты где мы денег на бензин столько возьмем отсюда уезжать игрушки мы пришли чуть пожрать купить покушать покушать максим игрушек у тебя дома целая комната ты не играешь вот давай смотри возьмем бумагу для 1 вытирать машину тетрадки 10 рублей 5 рублей нормально сама так что школе учиться можно да это не елка то что типа покупил и все те не дает сделать но зачем у нас дома лежит ты подойди к папе днем они ночью и не вечером пойдем туда максим пойдем туда максим пойдем посмотрим что вот тут есть зачем у тебя же от этого дома игрушек не уменьшится ты в них не играешь так давай папа рыбу хочешь давай рыбу походами какой-нибудь кого ты хочешь зачем для дома ли хочешь хочешь сыр дожились нет иди купи лего иди какой-нибудь самый-самый это лего возьмет сто пудов смотри максим из змеи летающей точно с веревкой это получается водяной пистолет игрушка на борды купания так воздушный змей 70 рублей прикольно интересно ветра нет возьмем убираем избивать то не вот и все где покажи где-то взял ну правильно машинку то увидел да я не знаю маг и что-то с этим роботом делать будешь ну только какая штука прикольного лишь у нас тоже вся техника вот такая же пластмассовая радарная все не русская а вон я змеи летающего купил будешь бегать за чулега не нашел ну держи максимум такой стремный максим он же стремный ну давай купим блин слушай нафиг я тебя взял а купим давай максим мы ехали ты же сам говоришь поехали к покушать что-нибудь купим а ты в итоге робота и что ты с ним делать будешь а как играть максим ты вообще цену видишь нет а ты знаешь сколько это стоит в бензине это стоит половину того сколько я потратил на бензин чтоб туда доехать то есть мы машину будем пешком как толкать 400 километров больше пешком толкать ну зачем он тебе нужен максим вот если эти этого робота куплю я эти телефон забираю согласен нет вообще навсегда навсегда телефон забираю или зайдем в магазин рядом и купим для него шнурок чтобы заряжался для телефона все не покупаем таре тушнягу 900 рублей ну все пошли поесть купим давай вот такой сисут но так он стоит в три раза дешевле чем тот робот все забирай мужик какой то еще надо договориться на компромисс что пошел пошли вот туда зайдем посмотрим почем арбуза 33 рубля что вот эту сможешь понести давай проходим прям все самые свежие как всегда это спелая внизу хороший мы возьмем вот все пошли на все пошли донесем быстренько вода кассы и поставим вареная упадает пиу 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 а и 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 у нас уже три в каждом месте по одному змею ну что колеса хоть просохли так стой папа значит с пакетом пойдет блин лес сажать да давай уже открывайся короче вот такие вот дела максим муж покушать ничего не взяли мышь покушать ничего не взяли зарядку так зарядку продавались в другом месте пойдем папа зайдет футболки все для трансляции посмотрят красиво давай оставляем будем руки пошли футболки для трансляции думаете что реклама максим тимоша сапоги купиться эти сапоги куплю уже зима скоро и здесь походить хоть немного хоть давайте синие сапоги купим смотрите свящиеся смотри не вижу ух ты какая мужиковые так вкрась ох ты нашел еще одну такую офигеть вот для их покупаю поняли и вот так вот так ух ты россия что-то мне это не нравится нет это не моя франция не моя охрана тем более не моя так они тут ценники как россия не моя так это вообще какая-то шняга ну вот это ничего где-то ценнички что вообще как они так а 260 все на держи максимум да и папа себе возьмет для трансляции футболок и потом народ удивлялся где папа такие футболки берет самые дорогие подожди все купим максим не переживай на вот это не знаю мало денег не денег только до сюда доехать и отсюда было так россия самая популярная сейчас футболки это охрана смотри там вот лишь охрана в то есть пол страны безработных а пол страны в охране то есть нормуль или вот такие вот без лица мужики так понимаю это я тоже не понимаю до дома у меня по износилась то 160 так папа на эту влезет то нет вообще для детей понятно вообще какая-то нам женское население да такие же цены вот реально те говорю такие же вот я вот в деревне прикинь у них в томске я был в томске цены такие же как я приезжают деревню короче эта деревня 700 километров от новосибирска и тут цены короче такие же как в томске самый дешевый способ чувствует это самое смешное все едут в новосиб почему-то не знаю почему ну какая псина прикольно 260 но я так понимаю это ценник это получается максимум максимум на вот такую смотри какой красивый собак это получается так это бакса 4 или 5 дешевле чем в китае покупать вот смотрите костюмчик знаете да такие бандюта ходили пойти себе перчатку и битую еще взять и вот нормуль насквозка кашняга стоит вот как раз на меня 1120 на хрен я такие не любитель вот этот стопудово сразу отлетит реально как адидас маня что максим что ну смотри какая штука тут есть так вот теперь надо сечу нить купить сверху накинуть сейчас папа купится для себе молодежной шняги блин а зачем не штаны штаны крутые а он мне такая нравится так стопа какой тут размер м к блин не залезу но цвет прикольно вот 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 и кошелек упал парши не хочу мог бы по идее до дома доехать и дома что нить выбрать но блин искать там не охота мне футболки вот почему ты тут 260 нет просто покупать да не я хочу какой-нибудь типа вот такой чтобы на меня налезли да я вижу м ки астер костюмом один это уж сильно для либо сильно молодых видосина старых не знаю да максим вроде еще не дедушка как иди сюда тоже маленький да вот это снизу повыше вот эти вот за большой картинками тоже максим проходи вперед первый ряд а вот на это смотрел не хочу россия так нет ой какая киса классно давайте вот кошку возьму и все давайте пойдем сапоги давайте возьмем резинку нет а у вас есть светящиеся ботинки нету и что сразу сказали нету да у тебя такая нога раньше была мы тебя покупали ну давай папа те светодиоды да вот хочу ему а он не хочет хочешь ты сапоги что ну хочет по светящим ну вот в общем то есть ну уж по лужам бегать тепленько будет ножкам давай померяем ну пойдем а какой у тебя размер ну вот какая у него нога ну вот сейчас в принципе прикинуть пойдем вот сюда на стулочке тебя посадим и померим тогда сапоги 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 я с мамой тут буду да внимай когда ты или с мамой сюда ездили давай второй оденем по мере нет просто давай давай второй давай второй дыхай вот так ну-ка пройдись посмотри в зеркальце ой какой красивый все нормально Максим ты не на себя сотри ты на сапоги смотри нормально тепленько будет ну все давайте тоже нам тоже не ждет покупать ну все давай я тебе сниму обоим сандали давай так они вещи с чулком чулок оденешь и сапог потом теплоки что не простынешь давай у меня дома есть и побольше такие вот ага только без этих без вот этого да да без вот этого носочка да тепленько все я несу ну да 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 ага с носочками только для этих че ну по принципу можно ступать по еде верни Кристина верни Кристина верни Кристина Футболки твои куда? В багажник? Кого? Футболки в багажник? Ну да, и поедем сейчас искать провод для телефона. Дай мне подряд. Максим. Да у него телефон не работает с игрушкой, но он прям вообще... Приедете еще к нам? Приедете. Максим, ровненько стой. А поэты твой? Мою? Мой. Юля, где ценник? Сейчас тебе будет. Опять. Все, лежит. Не буду рыбаться, ладно? Ты так и хочешь, уговорила. Да, да. Это тоже ваша? Все, да? Все. 1540. Ну давай. Папа, еще у тебя два колмаска тут. Да, давай. Максим, извините. Карточка? Угу. У вас отставляется? О, прикладывается? Прикладывается. Водите пинцет. На. Подожди, держи. Ну все, опустошили карточку. Спасибо за покупку. Прикладывай нам еще. Ага, ага. Все, пошли. Пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Ах, что это? Все. Вот у бабы будешь ходить в сапогах. Так, стой, стой. Пошли. Ну все, мамка, я валяю. Ама, я валяю. Так, сейчас. Пожди. Так. Так, кафелек, кафелек, салазь. Максим. Все, все, я вон в салонке. Я танк хочу. Танк, да мы сейчас за шнурком поедем еще. Так, пристежить гибайся. А, ну сейчас, короче. Блин, вообще машину помыл. А машина такая грязная. Блин, думаю, стекло разбито. Здравствуйте. Приветик. Там ты, давай, голову срассовывай. Чего? Ди-ди-ди. Пи-ви-пи-пи. Думал, сейчас колеса оторвем, да, Максим, как мы плавали в грязи? Ага. Застряли. Блин, думаю, вообще не выйдут. Ну, смотри, получается 400 с чем-то рублей поди стоит. Потому что 260 рублей 4 футболки по 260, это 1080, да? И сколько у нас получилось? 1003... А, нет, стоп. Где-то 300 рублей сапоги стоят. Дешево, дешево. Я поэтому, как бы, не парюсь в основном, ну, здесь насчет того, что цены, цены нормальные здесь. Нетерпимо. Блин, надо аккумулятор найти. Так, сколько у меня там расход еще есть? Угу. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Ох! Надо будет ролик один забабахать еще на основной, наверное, канал. Но это вроде не на основной я должен. Фу, бля, жара такая вообще, дышать нечем. Мы в козочке. Это? Не, Максим, это трансляция. Это дяденьки приходят, что-нибудь говорят. Папа им отвечает. Развернуть камеру, показать. В принципе, деревня неплохая, даже дорога неплохая. Ну вот, ребята, два дня, короче, жара-жара. Мы приехали в жару. Потом на следующий день жара, и вечером дождь пошел. А в жаре, короче, сильный дождь шел. И сегодня с утра тоже дождь был. И, короче, вот я с дуру поехал по дороге, думал, ну там легковые ездят. Думал, проеду. Она сначала по грязи, по земле ехала. Ехала, ехала, а потом плывет начало. Будет сходить, посмотреть, почему аккумулятера. Тут такое должно быть. Нет, Максим, следующий магазин. Ладно, сейчас попробую, быстро готовить. Вот так вот машина начала подглохивать. Потом еще, кстати, бензин заблокировал, чем у нас. Не знаю, почему. У нас стоит больше 40 рублей 5 копеек, а здесь где-то 40 рублей 5 копеек, либо чуть побольше. Чего, поехали. Так, ключики, ключики. Хоть просто показать. Народ уже давно от реалии отвык. Не знает, что люди как бы живут. Я-то знаю. Я-то знаю все это дело. Давай, выходь. Максим. Максим. Пошли. Пойдем. Пойдем посмотрим. Масло папка по меню. Пойдем. О, вот. Да. Как-то. Чем-то, да? Масло папка по меню. Здравствуйте. 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 Максим. Чего тебе за мания все дергать? А есть аккумулятор заливной, ну до двух тысяч? Волнечный тысяч? Да. До таких нет, не бывает. Ну вот, вот. Получается до двух тысяч. Ну это 1100, да? Да. Вам куда? Мне? На солнечную батарею. Ну вот. Сам. Чего? Это заливной. Из незаливных. Вот они. Ну да, понятно. То есть. Нет, ты чувствовал. Что же не давать? Ну, чтобы он мороз держал. Ну, первая комната, что так пока. Так, 9 ампер часов. Да? Да нет, я прикидываю. А ток заряда у него какой? 3 ампера нормальный? 45 ампер. Не, не, не. У него емкость... 9 ампер у него? Емкость 9 ампер. 45 ампер это он может пусковой ток выдавать. А ток заряда? Паспорт. Как ток заряда? Ну, чем заряжается? Каким током заряжается? 12 вольт. Нет, 12 вольт это напряжение. Ну. Ну вот, 55 аккумулятор, 5,5 ампера заряжается ток заряда. Вот напряжение 14,2 вольта до 14,2 вольт. Вот сюда вот. Какой ток заряда? 4,5 ампера. А есть на него вообще коробка там какая-то? Нет, да, там как-куда. Нет, коробка. Там уже сильно заморачиваются. Честно. Обычно зарядки включаешь ампера на 2,5 ампера и заряжаешься. Всю жизнь как-то заряжали, а не короткий. Ну, получается, 18-го года, да? Свежие. Ну, давайте родственнику место у него, 55-ка, муи, блин, я не знаю, тут такого нет. Гелевый вообще брать нельзя. У нас гелевый, по идее, до 2000, но 7 ампер часов, знал бы я из дома, привез, но они мороз не терпят, короче. А с электролитом, они, он на улице стоит, он как бы выживет. Капец. Вообще аккумулятор дороже. О, кстати, зарядки, да? Зарядки. Ну, нормальная цена у меня вот такая вот была, до сих пор живая. Ну, как, короче, выплывался вольтметр, выплывался амперметр, но он работает. Ну, я такую себе хотел. Это я дома могу купить. А мне, в принципе, не надо, мне куда? 4 киловатта в час, мне так энергию девать некуда, я могу от солнечных позаряжать. Че, он тут пожил? Угу. Ммм, амортизаторы, ух ты, 700 тысяч. Не знаю, видно-то мне. Вот так, кому-то приколу. Ух ты, вот такая штука, 385. Взять себе, поставить на капот. 4, 5, 3, 800, блин. Муж себе на машину купить? У меня, у меня денег нет столько. На машину, по идее, можно было купить и свой поставить родственнику. Так. Гены, 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 помпа, помпа, помпа. Первый раз поставлю, посмотрим просто. У родственника стоит, ну, он 124 на 7. Посмотрим, насколько, короче, хватит этого аккумулятора, потом обзор на мой канал сделаю. В принципе, а что делать? Тоже интересно. Там, он не будет разряжаться в ноль, он заряжается до 100% и всего лишь 2 часа отдает по полампера. То есть, 1 ампер в день будет с него сливаться на светодиодной ленте. То есть, а емкость у него 9 ампер часов. То есть, еще 8 ампер в запасе. И сколько он так прослужит? Вот как раз в тему тем, кто говорит, что аккумуляторы можно бы ушные брать, и бушные там лет 10 будут еще работать. Вот маленькая нагрузка, да, игрушечная. Вот реально, вот лопатник, да, и такой же. Домкрат игрушечный. Да, Максим? Игрушечный домкрат. Вот. Вот это? Да, это домкрата называется. Игрушечный, да? Игрушечный, да, лишь маленький какой. Не крути. Блин, тоже вот зарядки капец. Игрушечный, да? Нет, машину поднимать, настоящий домкрата. Я сказал, игрушечный. Ну, я говорю, как игрушечный. Так, смотри-ка, 75-й. Может, правда, слушай, взять 75-й? Свинцово-кислов. Ну, тут все дела. Можешь себе взять. Просто так. Не, ну, 45-й, блин, у меня нет только заряда. Там самодельная панель. Короче, не хватит у меня. Да, я же говорю, тут очень далеко от большой земли. Народ просто интересуется. Горит цены у вас дорогие. У нас? Да. Ну, по сравнению с той же Украины. Давай вот этот маленький. Ну, я что? И это... Почем электролит? 40 рублей. 40 рублей. Это 1,27. Да. Что у вас в Украине еще нет? Нет, я тут в России. Максим, на, подержи. Что у них в Украине дешевле все это? На. Аккумулятор. Все у них дешевле. Да, у вас все дешевле там в Украине с аккумуляторами. Так, сколько получается? 1140. 1140. Так, 140. Ну, это что-то еще. Не знаю, почему это дешевле. Путин помогает. Богдан, я с Россией резан в Тобусе. Ха-ха-ха. Все понял. Вот еще про домкрата просто. Тоже домкрата. Максим, на вот эту штуку возьми, не разбей. Давай мне ключи. Будем бы в России подорогал бы. Может, у нас тут тоже дешевле. О-о-о-о. Ну, этот уже, это этот так нельзя, а? Максим, ты что? Аккуратно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да ничего. Что? Сломал. Наверное, уже аккумулятор. Ха-ха-ха. Давай-давай. Не трещит он? Ну, я сейчас посмотрю. Спасибо. Они же тяжелые. Ну, так надо аккуратненько нести. Ты что, он стоит, знаешь, сколько? Очень ровненько поставь. Так. Нет, там что-то... Болтики, болтики шевелятся и все. Ага, вот он, замял болтик, блин. Без болтика, слава богу. Я вон с собой взял контроллеры. Надо съездить, блин, где-то обзоры сделать этих контроллеров. Пандорь чуть-чуть сломал, да? Ха-ха-ха. Не, а тоже интересно, ну что? Дорого, конечно, да, ну а что делать? Зато есть шансы. Пандорь чуть-чуть сломал, да? Не, а тоже интересно, ну что? С нуля посмотреть, сколько он прослужит. Так, сейчас я... Кручки, ну... Пристегну! Вот-вот сидишь. Я сейчас голову... Пандорю... Ну что, как-то убрать. все все деньги которые честно заработанные трудом блин честно потрачен и там за youtube еще блин 4000 прислали можно было аккумулятор нормальный купить ну да ладно чем мы сейчас едем максим едем ездим сейчас вот телефон заодно зарядиться таким потом с ребенком дорого-дорого аккумуляторы очень дорого аккумулятора дороже блин где примерно на 500 800 рублей точно домкрат не знаю там принципе маленький может он столько и стоит насчет большого по шмоткам да тут дешевле у арбузу на 3 рубля килограмм дороже у нас 30 был я как раз покупал сейчас здесь 33 так обои будут сюда зайти на все проехать посолить почем чего того а потом уже это а этот содержит вокзал проехал так мебель мебель лейки фигейки всякие штуки джинсы юбки куртки так нам надо шнурок того тут даже через дорогу на магните от нельзя поворачивать вот сюда заедем заедем щас станем чу тут у нас магнит магнит я хрен значит продуктами имидж шмотки шмотки осталось 2000 магнит нет да нету тут бандитов не стер все бандиты у вас там как-то стопись сейчас в итоге все пошли до ездил очень далеко и пришлось под старость лет в машине спать потом я думаю на хрена это в машине нет подушек ну хорошо зачем так хлопаешь а весь в маму потом папа блин окна окна стекла ремонтирует так химия химия нам не нужна химия там она за салон связи подушки нужны да хочу прилег блин день на сидишь устал под спину там по голову и вообще кайф просто максим чё там увидел живое какое-то так как интересно нам не сюда нам по идее вот сюда напротив сюда заходи вот шнурки есть на телефону микро usb нет микро usb есть для зарядки он проверит вот смотри максимум сколько теперь фона стоит вот посмотри лишь как дорого ну и какие цены до большие тогда вот так видишь какие цены громадные это просто наушники даже не телефон а ты свой найдешь сколько стоит видишь у него даже экран маленький видишь у тебя здоровый экран как у папы а он сколько стоит где засла давайте ну давайте 913 921 усложняйте где и кабеля стоит я богатая потратил носим все свои деньги как песни поется блин опять забыл габариты ну и в конце концов может быть на аккумулятор на пол аккумулятор у меня 10 садись садись короче в итоге из еды мы купили только арбуз вот жизнь а вот так вот хорошо 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 все сейчас заведу тебя не переживай так не переживай сейчас я закрою ты же не застегнулся мне осталось 15 литров бензина сейчас еще заправлюсь кроме арбузов я себе больше ничего и позволить не могу а что тут есть а что тут нечего есть тут вода не такая как городе вы никогда каждый день воду с минералами не пили просто на которая все готовится ты там уже в туалет ходишь не так как что тетенька проедет сейчас еще на заправку заеду заправлюсь немножко не так это машина потяжелее нифига у всех и одни на марке вот реально вот не таких вот ваннах вон здесь вот тут обычные люди ходят обычные велосипеды обычные тут дороги тут можно сказать их нету обычные скорости вот так вот и живут в деревне мне тоже блин говорят вот приезжаешь блин да как-то мне говорят о городской понаехал а я в селе жил блин больше полжизни в городе я очень мало жил у нас военный городок был поэтому там как бы можно сказать что-то между все равно один магазин или два потом одно кафе открыли и все ничего не было больше я сейчас смотрю реально слушайте а чем были мы там бы занимались там реально нечем заниматься молодежь только уходит в школу со школы занимается да во дворе посидит ну в основном я так не видел что там пиво пасили просто там есть блогеры как раз с моего это есть блогер там тетенька одна и она вам показывала там где пацан утонул там уже пустырь такой с землей сравнялая то есть нету там котлована где он тонул там много чего нету вот как-то вот так ну сейчас короче скоро связь прервется я просто простой человек который имеет свою точку зрения которая в принципе радуется всему даже змею увидел я тоже радовался как идиот несмотря на то что я раньше их руками также ловил и ходил просто знаете когда ты вспоминаешь старого в нифига себе это до сих пор есть и когда вокруг тебя все меняется это уже как-то рамки истории какие-то я не знаю которые радуются жизни заставляет вспомнить былое чему-то порадуется вот дорога кстати там дальше идет грязюка я не знаю надо было свернуть вам показать просто где моя машина уже не проезжает все просто там нету дорогу ничего одно мне радует что я уехал подальше от этого у нас просто такого и отдохнуть от этого всего сейчас надо родственнику делать камеры которые каждый год приезжают если у него то провод он трактором оборвет то еще что то то вай-фай ну как я не знаю из-за деревьев короче не добивает сигнал деревья вырастут за год листвой не добивает сигнал приходится все это подделывали сейчас это все подделаю может быть трансляцию хочу пару роликов сделать один про деревню я не знаю получится у меня или нет посмотрим короче вот просто вот если кому интересно да чисто озере вот я в журавке а вот заправочке сейчас посмотрим тут всего лишь два бензина машина погоняет половина я не знаю на 1000 ладно заправлюсь до 1000 рублей по 40 рублей 5 копеек до 80 20 рублей 30 литров на дождь я не понимаю вот а вот есть есть нету на стороне так вот максимум к нашими сидит вон до туда и все и до машины короче на 1000 рублей заправлю чтоб больше оставалось чтоб казаться что я при деньгах как-то блин сейчас он заряжался так вроде заряжается деньгах деньгах он в но они пру а и ему м м Моя синюю Удал на ноге И что меня не убьешь Удал Мощен 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 Мам Мощен Мatures Минг Ман Мом Вот мы хотим, чтобы вылезти в пушечи сюда, вот давайте. 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 Время. 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 тысячи рублей заправил почти 25 литров с пистолетом в баке оставил так просто вам покажу в принципе получается отсюда мне доехать с новосибирска ровно 50 литров бензина это почти 700 километров видите вот еще бонусов 24 рубля на числе это бонусов 278 рублей нормально нормально останавливается х вы получается от 7 до 8 литров на 100 километров а если останавливаться то от не до 11 ну все ребят короче все мы проехали сейчас связь пропадет полностью так что не обессудьте сейчас и поеду по сварить по дороге пойдет место где как раз это а лагает но все связи нет ладно спасибо кто смотрел как бы посмотрели что цены в принципе они такие же как везде вот трасса поле интернета толком нету связи толком нету так что это нормально так что вот такие вот дела ребят ничего потом еще через сниму я тут принципе не сильно это надолго половину времени уже прошло так что поехал я машину паша тут нет интернета нету так что вот ну смотрите просто сейчас связь когда полностью прервется когда уже поймете что я я бы сказал это слово на е до интернет в каждой доме но как бы чем мы тут видели кстати цапель видел я потом роликов наснимал с квадрокоптера на начался 20 чем-то гигабайт слить на ноут и вот думаю может блин как-то пешком пойти до этого места где по грязи проездил просто полетать тоже так для прикола чтоб народ вспомнил что не везде есть асфальт и дорога пошло пошла старая дорога с явами с такими явами ребята если колесо туда попасть оно там и останется поэтому надо смотреть внимательно и дальше идет вообще бездорожье сколько лет я тут езжу да и блин асфальт так и не положат новый хотя там где он более-менее там новые асфальт планы зачем положили бы хотя бы черновой всяко разное лучше было бы ездить вот грязюка по дороге это уже пошла это народ съезжает потом выехать тут салатчики то есть походу раньше здесь когда-то море и сейчас все что вы видите да здесь грубо говоря кроме как все на поле и травы толком ничего нет деревьев здесь очень мало я уже на квадрике здесь поднимался вы это прекрасно видели по старым роликам здесь я снимал на море тоже съездили поснимали но я думал туда еще смогу съездить а после дождей после того как я по обычной земле не смог поехать туда идет через поля то есть по полям вообще я даже не рискнул своей резине она даже близко даже не грязевая то резина которую мне сдохла она как-то еще переваривал эту грязь вот это вообще не так что вот такие вот пирожки зато виды просторы но и это не израиль и 200 километров вся площадь так скажем страны 300 лет 400 здесь это даже еще не конец новосибирской области хотя до омска здесь вообще не далеко не он жена предлагает съездить там родственник омск собрался омск сгоняйте посмотреть я против нет нет другое вот там вот короче вдали машина с фарами едет я не знаю видеть или нет и вот там вот есть поворот вот такой же как влево поворотик здесь там грязевая ванна там в инстаграме я выложу маленькие видео да я бы снял еще для канала так что посмотрите я вообще с этими плавательными процедурами по грязи я просто в шоке я думал там завязну где-нибудь придется родственника на тракторе звать ну благо у зеленый трактор и есть день там похожу постою очень поснимаем